Итак, друзья, потеплело сегодня, наконец-то, первый день, теплый, 12 часов, 14 раз тепла, валим из города на пасеку. Все начинает зацветать, вишня, слива, груши, яблони, фрукты, я переживаю, надо посмотреть сегодня по кормам, что там творится. Расширять, что понятно, я ничего не буду, холодно было, там матки, наверное, практически не сеяли ничего, приноса ноль, вот это, что я подкормил отваром своим, там, кому по два, кому по три раза дал по 250 грамм, вот это и все, заодно поубирать пакеты. Ну и посмотрим, как там обстановка. Много пчел просело, наверное, там на кормушке, ну и на поилке полно поставилось, вода ледяная с утра, они замерзают там, не поднимаются, в общем. Все, прочь из города. Привет, друзья, 24 апреля, 20 год, все цветет у нас, они начинают свистеть. В общем, и так, приехал вчера на пасеку, и к пчелам я вчера не полез. Вчера тут творилось какое-то сумасшествие, пока они сидели и сголодались, наверное. В общем, как первый облет был, гул такой. Сегодня пчелка подуспокоилась, уже знает, куда ей лететь, зачем. Такого ажиотажа не было. Вчера просто жалко стало лезть туда, сбивать их с ритма. В общем, а вчера уже облетелись они. Вот, на воду пошли. Тепло сегодня, сегодня пересмотрел все. В основном сегодня расширял. Расширял и вскрывал мед, который там за заставленными был. В общем, кормов хватило. Ну, все равно, не зря я подкормил, подкарлюл. Вот, с добавкой груша зацветает. Красота. Красота. Вон, уже цветет вся. Вся цветет. Повскрывал медок за заставленными. Значит, в основном кормов полно было. Ну, кто подъел, тем еще добавил там по рамочке метку. Вот. Расширял в основном сушью. Семьи. Ну, в общем, в основном все такие средние. Несколько сильных семей, тем дал уже вощинку. Их уже добил. Можно сказать, до 12-11 рамок там. В корпусах стоит. Вот. Расплода по-разному тоже. В сильных семьях там и по 6 расплода есть. Вот туда давал уже вощинку. Вот так, друзья. Надеемся, что холодов не будет. Ну, как бы там дожди передают. Но это уже не страшно. Дождь сейчас нужен. Вот. Только начинает свисти вишня. Вишня вот только-только сейчас распустится. Все, друзья. Можно 10 дней не заглядывать. Кормо в достатке. Семьи расширены. Вроде бы тепло пришло. Теперь будем наращивать силу. Подставлять рамочки. Ну, и готовиться уже к акации. Акации еще нет у нас. Вот черемуха только зацветает. Только-только зацветает. Акация. Даже еще зелененькие листочки еще не вылезли. В этом время как бы у нас есть. А еще, которые там сильные в ППСе, там они оставались, пересадил. В новые улики пересадил. И как бы с утра сегодня наливал поилку. Пчела такая агрессивная была. Но потом все как бы утихомирилось. Все нормально пошло. Пыльцу тащит. Ну, нектар пошел. Продуктивного взятка, как такового, садов. У нас тут никогда не было в основном пыльца. Может и можно это сделать. Но чтобы они что-то вот пересадил. Под крышник вниз, под магазин. Это чтобы не таскать магазин сверху. Поставил уже. Вот, основном пыльциносы. Чтобы садов в это время что-то пчела принесла. В общем, тут надо и чтобы погодные условия соответствовали. То есть комплекс должен быть. Семьи сильные были. Не то, что сильные, а супер сильные. Это как минимум нужно в это время объединять. Объединять две семьи. И тогда, может быть, что-то с садов какой-никакой магазинчик там метку принесут. Но смысла смысла особо нет заморачиваться с этим. Пускай как идет, так идет. Сады, это сейчас неделька, и все, они отцвели. Пускай себе там принесут, натаскают хоть пока в гнезда нектарчика с садового. Тем более, он этот медок пойдет им и в зиму. Что останется? Что они сложат себе в гнездо? Я с гнезда, как говорил, не качаю. Все остается им в зиму. Медок сегодня распечатывал, рамки доставал. Ни одной закристаллизовавшейся. Рамки нет. Мед жидкий. Ну, не то, что там полные. Я забираю по осени. Там даже, можно сказать, не мед, а где медом заливают неполные рамки, убираю их из гнезда. А где сироп? В общем, надо их сейчас скормить. Никаких кристаллов нет. Все, мед хороший, жидкий. Пчелки их с охоткой выбирают. Ну и все. Сейчас дождей бы нам, чтобы травка зацвела кое-какая. Сады эти пролетят моментом, а без дождя травки не будет. Поэтому ждем дождичка. И будем готовиться потихоньку к акации. Все, всем пока.